И как долго продлится некрочный протест? Думаю, до тех пор, пока власти наконец не ответят на наши требования, не предпримут какие-то действия. В этом и смысл. Сейчас продолжается храняться основное требование. Это обследование фургава в гражданской больнице. Также мы требуем изменить меру пресечения фургава на домашний арест. И еще есть требование прекратить дело до суда, потому что дело сфабриковано. Я выхожу на протест, потому что независимо от того, сколько у меня будет судебных заседаний, задержаний, штрафов и всего остального, меня это вообще ничего не остановит. Пускай наши правоохранители не надеются, что они этим остановят движение. И наоборот, все вот эти вот задержания и то, что со мной произошло, они наоборот меня радикализовали. И я теперь даже выхожу с более радикальными лозунгами, чем это было ранее. Но вы продолжаете верить Сергею Ивановичу фургалу, несмотря на то, что ему пришивают новые обвинения? Мало того, что я ему верю, и я не верю в эффективность нашего судопроизводства, это раз. И не верю в эффективность нашей работы, как работает наш следственный комитет. В данный момент здесь происходит сбор подписей против принудительной вакцинации. Главное слово – принудительность. Насчет вакцинации каждый решает сам. Но у человека должно быть право выбора. Как мы выбирали своего губернатора, так мы теперь должны иметь право выбора, вакцинироваться нам или нет. Пока прививка не внесена в национальный календарь прививок, мы имеем право выбрать, готовы мы вакцинироваться принудительно, либо нет.